Здравствуйте! Знаете, откуда появилось слово «Ерунда»? Это придумали наши российские шкалеры, разного рода семинаристы. Герундий. Вспомните, вот когда я изучал английский, у нас там тоже был какой-то герундий. И герундий есть еще в латинском языке. Ерундий, ерунда. Что такое, непонятно. И вот, между прочим, это способ изучения языка, когда язык становится какой-то ерундой непонятным. Другое дело, когда вы вынуждены учить язык, попали в языковую среду, приехали в Москву, а тут все по-московски говорят. И вы вынуждены подстраиваться под их лат и так же акать, как они, и так же тянуть слова. И постепенно становитесь твоим языком. Ну, то же самое с французским, немецким, английским, любым другим. Вот так вот лучше всего учить язык. Постепенно, с необходимостью. Вот мало кто задумывается, что математика тоже язык. А это язык. А как у нас учат математику? Так же, как этих несчастных семинаристов учили латыни. Ерунда получается. Вываливают на них кучу всяких теорем, кучу всяких задач, которые к ним не пришей. Ни к чему. Вот такая вот тяжелая жизнь. То ли дело, как учат математики физиков. У них математика не поспевает за физикой. А на математике нужно, чтобы объяснить физику. Потому что на математическом языке сразу становится понятно. А сейчас у нас очень много людей, которые изучают какие-то вещи по нашим старым понятиям гуманитарные. Гуманитарные, экономика, управление, эстетику, кстати говоря, тоже. Всякие такие вот вещи. Так вот, их математику надо учить в течение всего срока их обучения. Понимаете, как постепенно. Потому что есть какая-нибудь задача, есть какая-нибудь проблема в управлении, в экономике, которая на математическом языке выглядит гораздо интереснее. И, по-моему, не должно быть математики как таковой дисциплины, скажем, у экономиста или у человека какого-то гуманитарного образования. А математика должна по случаю возникать. А вот смотрите, что будет, если мы это расскажем на языке математической статистики. Говорим мы кинематографисту. И объясняем, как надо чередовать последовательность кадров. Ну, мы это математике ему будем учить, да? Мы всех научим всему, потому что мы знаем этот язык. Ну, на самом деле в этом есть что-то. Правда? Трудно провести это дело через образовательную систему по двум причинам. Существует образовательность стандарта, раз. Но это дело изменяемое. А второе, существует уже, так сказать, хотел сказать штат. Ну, тот слой людей, та прослойка, которую преподают. Представляете себе, вот эту математику преподавать будут не преподаватели математики, а преподаватели экономики, преподаватели, я не знаю, там, искусственники, искусство, кино, преподаватели эстетики. Они же лишат нас заработка в математике. Я-то ведь, собственно, не математик, я физик. Я всегда вставлю такой пример. Помните, француз-повар учил персонажа капитанской дочки французскому языку? Почему? Не потому, что он большой знаток французского, он просто знает французский. Он все, что на кухне с поварятами говорил, он говорил по-французски в своей любимой Франции. Так и все, что я на физике что делал, я все говорил на математическом языке, все так воспринимал. Поэтому я про математику рассказываю всякие байки людям, которые, может, искусством занимаются, или экономикой, или управлением. Вот так, казалось бы, и надо бы делать. Ну, пожелание. А так математика так и остается для всех ерундой. Я говорю, очень жалко. Это очень красивый язык, великий, могучий. Только познав все богатство, будешь на нем всякие стихи писать. Понимаете? Жалко. Всего доброго вам. До свидания. Удачи. Всех благ. Здравствуйте. Я, узнаете ли, часто общаюсь с молодежью, со студентами. И вот от них я узнал, что из таких вот наших классических советских поэтов, пожалуй, самым популярным сейчас является Маяковский. Такой, значит, Владимир Владимирович Маяковский. Ну, честно говоря, я в годы своего детства, студенчество, тоже очень любил Маяковского. Гораздо больше любил, чем Есенина, по крайней мере. Вот. И вот Маяковский, он такой, знаете, вот такой вот... Он очень современный, кстати, правда? Он поэт-футурист, поэт будущего. Такой немножко хулиган, но в то же время такой трогательный и нежно влюбленный. И вот у него есть книга специально про любовь. Она так и называется. Про это. Вот про это, это вот, ну, понимаете, раньше так всегда говорили, стеснялись сказать. У нас же в Советском Союзе не было секса. И вот у меня не про Маяковского рассказ-то вам сегодня, а как раз про это. Вот, знаете, кто из мира животных это делает наиболее так вот эффектно, красиво, я бы даже сказал, трогательно-поэтично? Есть такие замечательные живые существа. Осьминоги называются, да? Осьминоги, спруты. У них восемь конечностей вот этих вот, восемь щупальцев. Все щупальца покрыты, так сказать, присосками. И вот знаете, как он делает это? Причем он-то делает это раз в жизни. Значит, он встречается со своей любимой. Нежно ее обнимает, всеми своими восемью конечностями, целует этим присосками, покрывает поцелуями. А потом у него, оказывается, есть еще одна рука, девятая. Он ей из мантии, это у моллюсков, осьминог, у моллюск есть такая вот часть, скажем так, тела, мантия называется. Он из мантии достает коробочку. Представляете? Коробочка такая прозрачненькая, кубическая. И она сделана, ну, из какого-то органического материала, но такой вот с выпуклыми ребрами такими, как из бумаги склеенная такая, представляете? И он ей это нежно глядя в глаза вкладывает в ее мантию. И все. И на всю жизнь. Потому что в этой коробочке там содержится его семя. И вот ей на всю жизнь хватает, вот от встречи с любимым, единственной встречи, хватает семя на всю жизнь. Представляете? Мне эту историю рассказывали в Тихоокеанском институте, вот, который занимается исследованием рыбных запасов и морских организмов. Тинро называется. Так вот, в ту пору была загадка большая, как это делают крабы камчатские. Какие-то вот такие легенды у них ходили у морских биологов, про какое-то там объятие крабов, там что-то такое. А теперь эту тайну раскрыли, причем здесь у нас в Москве раскрыли, сумели получить от них потомство, и, соответственно, теперь камчатских крабов можно в бассейнах таких неглубоких разводить, кормить их там чем-то, и все. Так вот, как он делает это? Тоже очень красиво и необыкновенно. Значит, он дожидается этого момента, когда они оба готовы, да? А тут как раз начинается линька. Они оба готовы, когда у нее начинается линька. Знаете, у членистоноги бывает линька, они сбрасывают панцирь. И вот он срывает с нее панцирь, как будто срывает вечернее платье, и потом вот так все стоит, караулит ее, чтобы ее никто не съел, она без панциря-то, да? И вот сразу вот и полезное дело совершил. Значит, покараулил подругу, чтобы никто ее не съел. Она покрылась новым панцирем и отложила икру. Вот так вот тоже, по-моему, очень красиво, правда? Правда? Прямо удивляюсь, что не они такие вот разумные, высокие существа и поэты, а вот мы. Хотя про это мы стесняемся рассказать. А у них, пожалуйста, не стесняясь, можно рассказывать, как красиво, романтично, правда? Вот так вот. Ну, всего доброго вам, до свидания, всех благ. Здравствуйте. Есть место такое замечательное, город Советской Ленинградской области. А раньше это называлось Тильзит. И, если вы помните, был такой Тильзитский мир, заключенный между Россией и Францией. Это еще было до Отечественной войны 19-го года. Река Неман, и вот на реке Неман был поставлен такой вот плавучий домик на плоту. И там встречались Александр I, наш российский император, император всероссийский, и император французов, собственно, покоритель всей континентальной Европы западной, Наполеон Бонапарт, или вот Наполеон I иногда его зовут. Так вот, заключили там мирный договор. Кстати говоря, вот эта история, история в истории, да, этот элемент истории очень загадочный. Вот начать хотя бы с войны и мира Льва Толстого. Есть там этот момент, но, несмотря на то, что в других сценах не стесняется Толстой заглянуть, так сказать, в самые укромные уголки политической жизни, дипломатической, там этого ничего нет. Там просто издалека где-то так вот наблюдают все эти события брат Наташи Ростовой, молодой гусарский офицер. Все, больше ничего, никаких там вот этих нет моментов. Почему? Ну, во-первых, вот почему. Дело в том, что во время этих разговоров, во время этих разговоров, Наполеон поставил в очень затруднительное положение Александра. Александр попенял ему, что, ну, причем серьезно попенял, что наполеоновские жандармы захватили в Австрии герцога Генгиенского, ну, сторонника монархии Бурбонов, и казнили его. Захватили в Австрию, вывезли во Францию и казнили, но так же нельзя делать. Но он ему говорит, ваше величество, ну, если бы вы знали, где находится убийца вашего отца, разве бы вы утерпели бы, не отомстили бы? А убийцы его отца находились в его свите, и он об этом знал и помалкивал, да? Вот так он его немножко поставил на место, как говорится. А вторая загадка, это уже действительно загадка из загадок. Существует Тильзийский договор, а к нему были секретные статьи. Так вот, некоторые секретные статьи Тильзийского мирного договора до сих пор не опубликованы, вы можете поверить, да? Прошло сколько? 200 с лишним лет. Франция была под оккупацией Германии. В России пришли к власти большевики и опубликовали все тайные соглашения Российской империи с западными зарубежными странами, да? А вот это мне опубликовали. Вот что там такое секретное, я не знаю. Строят на эту тему догадки всякие. Так вот, догадка очень правдоподобная. Следующее, что этот в секретном приложении говорилось о том, что Россия не должна продавать Великобритании коноплю. Дело в том, что из конопли в ту пору делался стратегически важный для Британии, для владычица морей. Это продукт пеньковой веревки. Без пеньковых веревок британский флот не мог бы существовать, да? Не мог бы функционировать нормально. Но, может быть, поэтому. А может быть, что-то там еще более секретное, что столько лет так и не публикуются. Можно строить разные догадки. Может быть, еще эти статьи сейчас работают лет через 50. Может, там ждут, время тикает, что вот ровно через 250 лет там что-то такое сделать они должны вместе. Вскрыть конверт, скажем, да? Наш президент и президент Франции теперешний. Не знаю. Но это так из области веселых фантазий. Но загадка существует. Всего доброго. До свидания. Всех благ. Здравствуйте. Вот было такое семейство математиков и физиков Бернули. Один из них, Якоб Бернули II. Вот так вот он. Был самый главный, Якоб Бернули, который распределение Бернули придумал и много чего другого. А это был молодой человек. Он был в Петербурге в академии работал. Ну, естественно, в 18 веке. Он так и остался молодым человеком, потому что в 30 лет он утонул во время купания в Неве. Кстати, женат был на родственнице Эйлера. Вот. Вот я вам все рассказал. Весь интим, который про него знаю. Интересно другое. Он обратил внимание на одну такую замечательную вещь. Что жизнь-то она полосатая. Полосочка беленькая, полосочка черная. Да, то вам везет, то не везет. Вообще это называется закон Пуассона. Понимаете, в чем дело? Вот давно замечено в теории вероятности, а в жизни мудрого русского народа тоже, что, значит, за удачей следует удача, за неудачей неудачей. Правда? Пришла беда, открывай ворота. Беда не ходит одна. К деньгам деньги. Это, так сказать, уже положительного плана вещь. И рассмотрел вот этот вот парадокс Якоб II Бернули. А имеется в виду следующее, что нельзя ли попробовать, играя в такую вот равновероятную игру, равновероятный проигрыш и выигрыш, я это имел в виду. Ну, игра то есть честная. Нельзя ли, играя в эту игру, суметь выигрывать? Оказывается, можно. Вот представьте себе, кинули вы, так сказать, монетку, проще всего, орел-решка, играете вы в орлянку. Выпало вам орел. Ну, вы радостны. Увеличиваете ставку. Можете увеличить на единичку, можете увеличить два раза, можете пользоваться, так сказать, последовательностью чисел Фибоначчи, например. Увеличили. Еще раз выиграли, еще раз увеличили. А если проиграли, уменьшили до минимума. Опять проиграли, не увеличивайте. Поняли? Идея такая. И получается, что у вас есть некая последовательность. Вот эта вот полосатенькая картинка, это и есть последовательность выигрышей и проигрышей. Они вот разной длины. Есть светлые полоски, темные полоски, да? Разная длина. Вот, играючи в эту игру, а это легко очень самоделировать, скажем, в Excel, например, играть. Можно, да? В электронных таблицах. Или в любую другую программку написать. Но только надо много повторений, понимаете? То есть, играть в настоящую расшибалку таким образом очень рискованно. Вы можете не выиграть, а проиграть. И даже, скорее всего, видите, вот в начале, в начале, на нижней кривой идет провал, правда? Это вот вы сначала систематически в проигрыше пользуясь такой тактикой. А потом все лучше, лучше, лучше и выигрываете. На самом деле, эта история имеет прямое отношение не к казино. В казино вы так сыграть не сможете, вам слишком большой капитал нужен. Слишком надо очень сильно увеличивать ставку. Там, по-моему, правила казино-то это не позволяют. А вот представьте себе жизнь. Как она развивается. Это еще одна идея сторонников эволюционного учения. Что почему-то природа чувствует, когда ей везет. Ну, природа живого организма. Что вот что-то произошло, какое-то изменение в живом организме. Их много, например. Они почувствовали, что хорошо. Они сделали большую ставку. Их стало много, да? Их еще стало больше. Идут быстренькие мутации. Что там еще? Отбор идет. Отбирают самых лучших, самых зубастых, самых рогатых, самых носатых, самых мохнатых. Ну, кто там нужен в данный момент? И вот это вот, так сказать, парадокс. Петербургский парадокс, это называется, между прочим. Он таким образом используется для спасения эволюционной теории. Вот так вот. Всех благ вам, удачи, до свидания. Здравствуйте. Сейчас я расскажу вам одну интересную историю. Историю из истории кинематографа. Вот был такой известнейший наш советский кинорежиссер Михаил Ром. Ну, действительно, великий кинорежиссер. Без всяких натяжек. Первый такой вот фильм, который обратил на него внимание, он снял очень, так сказать, скромными средствами. По рассказу Мапасана Пышка, буквально в двух или трех интерьерах он снял фильм, который всем понравился. Это было, по-моему, вот в начале 30-х годов. И самое главное, на этот фильм обратил внимание сам хозяин, Иосиф Виссарионович Сталин. И он сказал, а не попытаться ли вам снять нашу советскую версию одного голливудского фильма? Был, оказывается, такой голливудский фильм, снимал его Джон Форд. Джон Форд – это знаменитейший кинорежиссер. Ну, вот то, что есть хорошего в жанре, так сказать, вестерна, это создал он. Мало кто из любителей кино не смотрел его фильм «Дилижанс», классика, жанр, скажем так. Так вот, он снял фильм. Назывался он «Потерянный патруль». Причем это был ремейк некого британского фильма, еще, наверное, немого конца 20-х годов. Потому что тот фильм британский никто не видел, про него только все слышали. А это вот такой был фильм. Группа британских солдат пробирается по Месопотаме, то есть современный Ирак, выполняет задание, вдруг невидимый снайпер арабов убивает их командира, они не знают, куда идти, попадают в оазис, и их невидимые арабы одного за другим истребляют. Вот попробуйте такой вот фильм, захватывающий, такой драматически напряженный, попробуйте снять что-нибудь подобное. И Михаил Ром попробовал. Получился фильм «13» называется. Между прочим, он был в прокате вплоть до 60-х годов. Я его в обычном советском прокате, будучи школьником, смотрел в нашем вот кинопрокате. Вот, фильм «13» называется. Там красноармейцы, командир, несколько гражданских, пробираются по пустыне и находят колодец. А в колодце-то оружие бы с мочи прячут, а воды почти нет. Ибо с мочи хотят к этому колодцу пробиться, а они оборону держат бы с мочи. Говорят, вы уйдите, мы вас отпустим, нам вода нужна. Народ поить нечем, лошадей поить нечем. А они держат до последнего обороны, пока наши не приходят, ну и басмачение призывает к полному порядку. Вот такой был фильм снят. Хороший очень фильм такой, напряженный, драматический. Классика нашего пустынного, скажем так, жанра. Очень хороший фильм. Так вот самое интересное, что с этого фильма были сделаны несколько ремейков, причем в американском кино. Это так мы считаем, что это ремейки были. Американцы про фильм «13» не вспоминают, хотя там, ну, в общем, почти один к одному, грубо говоря. А на экране Хемфри Богорд. Фильм тоже назывался «Сахара». Тоже, это я неудачно сказал, «Сахара». С 43-го года фильм «Американские танкисты» уходят от преследования немецких танкистов, находят оазис с колодцем, и вот они держат оборону около этого колодца, не дают немцам. Ну, в общем, короче говоря, кинофильм «13», только там не босмачей красноармейцы, а немцы и американские танкисты. Хороший фильм был, назывался он «Сахара». В 70-х годах этот фильм повторили с Белуши. Вот он, Белуши. Простите, не в 70-х, даже уже в 90-х годах. И фильм тоже получился, замечательный фильм. Вот, видите, так сказать, танк исторический тех времен. То ли Ли, то ли какой-то другой танк немецкий. Ну, простите, американский. Ну, вот такой вот фильм. И более того, в 52-м году был еще один ремейк наших 13-ти, назывался «Последний скаманчи». Только там уже обычные ковбои и пассажиры-дилижанса держат оборону около колодца против индейцев. Вот такой вот был фильм. Еще был фильм «Сахара» после 2000-го года, но он к этим всем фильмам никого отношения не имеет, не перепутайте. Вот. Вот такие замечательные вещи, оказывается, в Советском Союзе умели делать. Надо этим гордиться. Слава великому режиссеру Михаилу Рому. Всех благ, вам удачи, до свидания. Здравствуйте. Вот, знаете, очень такая популярная, на самом деле, тема – предсказание будущего, да? Интересно, можно будущее предсказывать или нет? Ну, ясное дело, что если тенденция какая-то продолжается, и мы правильно ее чувствуем, предел ее применимости, наверное, можно предсказывать будущее, правда? Вот в политической жизни удивительной совершенно провидице оказался англичанин Берг. Это было дело в конце XVIII века, когда во Франции победила Великая Французская революция. Начался хаос, казни, всякие нехорошие вещи. И вот Берг, а он был такой, знаете ли, консерватор британский, хотя немножко с либеральным уклоном. Вот такие бывают чудные консерваторы с либеральным уклоном. Ну, вот он был такой. И вот он так вот смотрел, смотрел и говорит, вы знаете, чем все это кончится? И дальше он примерно рассказал все, чем это кончится. Что придет к власти некий популярный военный, популярный солдат, наведет порядок, станет, так сказать, такая вот просвещенная, монархия, враждебная к Великобритании, что будет длительный период войн, тех, которые мы сейчас назовем наполеоновским. В общем, как говорится, как в воду глядел. Вот. Но это, как вам сказать, как-то не очень впечатляет, на самом деле, людей, склонных к такому вот математическому складу ума. Но вот меня очень сильно впечатлило предсказание, которое сделал проповедник американский. Болдуин его была фамилия. И дело было это на самой заре Соединенных Штатов. В 1775 году. Это, собственно говоря, год основания Соединенных Штатов. Он прикинул тогдашнюю численность населения. Это было несколько миллионов человек. Тогда жил в колониях, которые стали Соединенными Штатами. Первые 13 колоний. Прикинул, как быстро увеличивается численность населения. Сделал предположение, как эта скорость роста будет уменьшаться со временем. Ну, сами понимаете, он был прав. И определил, что в районе 1975 года, то есть к 200-летию США, в Соединенных Штатах будет проживать 195 миллионов человек. И ошибся меньше, чем полтора раза. Это здорово. Это фантастика. Отличное предположение. Вот. А был еще один замечательный человек. Там же, в Америке. И предсказание он сделал тоже очень замечательное, но роковое. Звали его Мэдисон. Это один из первых президентов Соединенных Штатов. Один из авторов их конституции. Ну, в общем, один из тех, кого они называют отцами-основателями. Так вот, в 1828 году он был уже не у политических дел. И решил заняться, ну, предсказанием, по сути дела, наукой. Решил разобраться, каковы перспективы его родины, Соединенных Штатов. В тот момент, собственно говоря, Соединенными Штатами были только те штаты, что вдоль Атлантического побережья современных США. А там был фронтир, граница. А за фронтиром там простирались прерии, там скалистые горы, индейцы. И все это за фронтиром постепенно-постепенно переселенцы осваивали. Это замечательная вещь, фронтир, которую все время можно осваивать. Все время можно расширять экономику. Это называется экстенсивный путь развития. Переселенцы из Европы, новые земли. Ну, он так посчитал, посчитал. Видите, в ближайшие сто лет вот эта вот возможность экстенсивного развития будет исчерпана. Ну, действительно, уже в 1848 году уже в Калифорнии появились американцы. Золотая лихорадка знаменитая. Хотя тогда до Калифорнии проще было доехать не из США, а из Чили. Вот этот вот Зорро, чечилийский был разбойник, между прочим, в Калифорнии. Вот. Но через сто лет возможности экстенсивного развития будут окончательно исчерпаны. И Соединенные Штаты столкнутся с огромными экономическими трудностями. Как в воду глядел. Ровно через сто лет в США случилась крах биржевой, в Великой Депрессии со всеми вытекающими последствиями. Вот очень такое вот неудачное, я бы сказал, но сбывшееся предсказание. Всех благ вам. Здравствуйте. Есть такой замечательный французский художник Эдгар Дега. Ну, импрессионист, судя по всему, да, судя по этой картине. Француз, художник. И у него была масса родственников в Нью-Орлеане, в штате Луизиана, в США. Ну, Луизиана и Нью-Орлеан, сами понимаете, имеют некое французское происхождение. Когда-то это была французская колония. И вот там полно французов было в ту пору. И надо сказать, он съездил к своим родственникам туда. В одних источниках эта картина называется на Нью-Орлеанской хлопковой бирже, а в других называется контора по продажу хлопкам Нью-Орлеане. И то, и другое, наверное, верно, потому что это брокерская контора, которая работала на хлопковой бирже. Все здесь исключительно живущие в Америке, жившие в Америке, простите, родственники Эдгара Дега. Они, ну, кроме двух, я вам потом их укажу на этой картинке, они все занимались спекуляциями на хлопковой бирже. Как нужно спекулировать на бирже? Сейчас я вас научу. Самое главное, нужно угадать, какая будет цена. Какая будет цена на следующей биржевой сессии. То есть равновесная цена. Кто проходил экономику, экономикс, экономическую теорию современную, то помнит там закон спроса-предложения. Есть равновесная цена, когда спрос равен предложению. Вот это он. Ну, так вот. Главное угадать, какая это цена. А способов угадать есть много. И вот эта картинка, картина, простите, она, ну, так сказать, пособие, экскурсия по этим способам. Вот давайте посмотрим. Вот сидит на первом плане дядечка в цилиндрике, с животиком так чувствуется, и в очках. И перебирает в руках вот эту вот ватку. Так они называют, там, настоящие американские фермеры, так и называли раньше хлопок. Ватка. Хлопок перебирает. И соображает, почем будет хлопок на будущей биржевой сессии. Ну, я не знаю, как назвать этот способ анализа, но никак его не назовешь. А вот этот вот человек, он придается, видимо, так называемым фундаментальному анализу. Он ищет в газете всякие новости. Нет ли там новостей? Вот, скажем, новость очень полезная. Забастовали ткачи Ивана Вознесенский. Значит, спрос на хлопок уменьшится, и хлопок подешевеет. Правильно? Ну, на самом деле, это не биржевой игрок. Это один из родственников Эдгара Дега, который в Америке занимался торговлей вином. Он не занимался хлопком, поэтому он такой в позе сидит и что-то там читает. А вот эти два товарища, два месье, простите, они, видно, занимаются какими-то расчетами. Это похоже очень на так называемый технический анализ. Смотрит, куда вывезет кривая, какие есть тенденции. Такой, знаете, математический анализ, прям как будто они им занимаются. А вот этот товарищ, видите, ну, явно не биржевик, да? Тоже виноторговец. Торгует импортным вином в Америке, да? Ну, вот он, чего ему там? Ну, привезли, он продал, да? Он вне конкуренции. Из Франции вино, поди-ка, довези до Америки. Целое дело. А вот этот вот сэр, простите, месье, он тоже что-то с бумагами дружит. Может быть, он и какие-то накладные оформляет на самом деле, но мне хочется думать, что он тоже завершает некоторые расчеты и тоже имеет отношение к биржевому анализу. Тем более, видите, сколько бумажек, черновиков он исчеркал, бросил. Эта урна с бумагами стоит рядом с ним. Вот такая вот история с ним происходит. Ну, а эти два молодых человека копаются тоже, пока им еще постоять можно, они еще молодые, в таких чинах, что можно постоять. Копаются в кипе хлопка, тоже что-то делают вид, что занимаются бизнесом. На самом деле, они там на подхвате им, что тот старый в цилиндре скажет, то они и сделают. Так они и будут торговать, так и будут покупать. Вот такая вот картина Эдгара Дега, но прям пособие по курсу, скажем так, вот биржевой торговли, иллюстрация, по крайней мере. Ну, спасибо вам большое за внимание, что терпеливо меня слушали. Всех благ, удачи, пока. Здравствуйте. Вот посмотрите на этот портрет. Угадайте, кто это такой нарисован? Немножко какой-то вот необычный. Вон, известная фигура эта нарисована, Галилео Галилей. Но обычно мы его не таким себе представляем. А тут он похож на какого-то купца, что ли, вот такой вот, да, помоложе он. Правда? Вот. Но речь не о том, что он был молодой когда-то, действительно, Галилей когда-то был молод, а о сути его конфликта с общественным мнением. И этот конфликт воспет поэтами, да, помните, вот у Евгения Евтушенко есть такое стихотворение про какого-то ученого-современника Галилея, который был Галилея не глупее, но не знал, что вертится земля, но у него была семья. И думал он, садясь в карету, что делает карьеру и так далее. Вот. Ну, на самом деле, видите ли, в чем дело. Ученые более поздних времен всегда удивлялись. Удивляюсь я, глядя на Галилея, говорил Эйнштейн. Зачем он связался с этими разговорами и нашел себе собеседников. Дело в том, что в научных кругах Галилей был очень авторитетен, очень понятен и очень даже, я бы сказал, обыкновенен по тем временам. Но он сумел поссориться с публикой, которая ничего не понимала в астрономии. Вот был человек, который понимал в астрономии относительно в науках. Это был папа Урбан VIII. Когда-то, до того, как он стал папой, он даже был в хороших отношениях с Галилеем, даже в научных. Но с ним сумел испортить Галилей то же отношение, потому что написал на него некую, так сказать, пародию в одном из своих научных трактатов. Вот представляете, уровень научных трактатов, которые пишутся с пародией. И, кстати говоря, а во всем ли был прав упрямый Галилей-то? Там была такая, вот когда к нему формулировалось, ну скажем так, обвинение, в чем он заблуждается. Говорили, что он заблуждается в том, что считает центром Вселенной Солнца. А как вы думаете, вот современная наука считает Солнце центром Вселенной? Конечно, нет. Надо сказать, что по тем временам в науке, ну, Галилей, точки зрения Галилея, хотя он во многом очень великий совершенно, великий механик, великий кинематик, во многих вопросах Галилей был неправ. Он, например, считал, что планеты движутся вокруг Солнца по кругам, хотя они движутся по эллипсам. Это было в то время известно. Круговое движение планет вокруг Солнца, во-первых, не подтверждается наблюдательными данными. То есть планеты движутся не так, как они двигались бы, видимо, их движение было бы не таким, какое оно есть, если бы они двигались по окружностям вокруг Солнца. Вот видите, какая была ошибочка у Галилея. Кстати говоря, удивительно, но по современным воззрениям, современной космологии, современной физике пространства и времени, что считать центром Вселенной? Ну, либо говорит, что центра у Вселенной нет, либо говорит так, центром видимой Вселенной является Земля, видимой Земли Вселенной. То есть все, что до нас дошло свет, гравитационное взаимодействие с момента сотворения мира, все это находится на равных расстояниях от Земли в любую сторону, какую ни посмотри. В этом смысле Земля-то является центром Вселенной, между прочим. Но упрямый Галилей состарился и ослеп, доказывая свое, ну, он великий человек, он не только с этой вот его заблуждением, упертостью, что он стал перед свиньями бисерта метать, сказал, в общем-то, Эйнштейн. Такую мысль-то на самом деле. Зачем? Непонятно. Но он был велик во многих других вещах. В следующий раз вам про него расскажу дальше и больше. Там он будет совсем великий. Всех благ вам, удачи. Здравствуйте. Я сегодня с вами хотел еще раз поговорить про великого итальянца Галилео Галилея, эпоха Возрождения, Италия. Тяжелая у меня была жизнь. Денег всегда не хватало. Сестер он своих замуж выдавал, приданное нужно было выплачивать, деньги были нужны. Вот, он с этим и составился. Он думал, где бы их достать. Придумал. Сделаю я, говорит, такую трубу подзорную, чтобы в нее хорошо было все рассматривать вдали. И продам ее Венецианской республике. Они, глядишь, мне за это хорошо заплатят. Ну и он не ошибся, ему за это хорошо заплатили. Он направил эту трубу на небо и увидел там странную, дивную вещь. Увидел там, что у Юпитера, оказывается, есть спутники. Вот они, четыре спутника Юпитера. И так называют галилеевские спутники. Галилеевы спутники Юпитера. Они, видите, вот четыре штуки их, да? Они вокруг него вращаются достаточно быстро. Период обращения у них не как у нашей Луны. И вот это их вид в бинокль, между прочим. Их можно наблюдать даже в бинокль Земли. Хорошо видны. Их вот он решил их для чего-нибудь использовать. А для чего? Для определения точного времени. Потому что они претерпевают свои затмения, ну тогда, когда им положено быть. Правда? В определенное время движение заходит за Сатурн, простите, за Юпитер спутника, его становится не видно. Для чего это нужно использовать? О, для определения долготы. Главнейшая проблема была в ту пору в мореплавании определение долготы. Широту умели определить по высоте Солнца над горизонтом в полдень. Это очень простой способ, на самом деле. А вот долготу нужно знать точное время. Это сейчас мы можем по радио послушать сигналы точного времени, со спутника получить совсем точное время. Хронометры есть, электронные всякие хронометры, механические. Тогда этого ничего не было. И проблема была хотя бы с точностью до полутора градусов определить широту, долготу, простите, и вам заплатят. Пожалуйста, на выбор. Британцы предлагали 20 тысяч фунтов стерлингов золотом. Голландцы 100 тысяч гульденов, естественно, золотом. Французы, испанцы все предлагали. И он решил обратиться к голландцам с предложением. Переговоры велись секретно из Голландии. Предложение было такое. По положению спутников определять время. Это позволит определять точное время. Вот этот механизм, который моделирует положение спутников. Мы будем знать, где должны спутники находиться в тот или иной момент времени. То есть расположив нужным образом спутники, вот на этих четырех вращающихся дисках, как они там на самом деле находятся, можно определить более-менее точное время. Эту методу рассматривали в Голландии. Рассматривал ее, среди прочих, в комиссию входил важный государственный чиновник по фамилии Гюйгенс. Гюйгенс был отцом того самого Гюйгенса, что потом придумал маятниковые весы. Вывод был такой. Для таких грубых людей, которыми являются голландские мореплаватели, этот метод слишком сложен, слишком тонок. А вот Гюйгенс сын изобрел маятниковые часы. Он их усовершенствовал. Правда, они так и не стали морскими хронометрами, но он их изобрел. И людская молва утверждала, что обсуждал Галилей, среди прочего, не только определение точного времени по спутникам Юпитера, но и определение с помощью маятниковых часов. И, дескать, Гюйгенс украл для своего сына идею Галилея. Ну, Галилей, правда, тоже пытался сделать маятниковые часы, но достаточно хороших у него не получилось. Галилей, Гюйгенс вот даже попал на денежную купюру в Голландии. Молодец! Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. До свидания, удачи. Здравствуйте! Не дают мне покоя спутники Юпитера. Не все я еще из них выпил. Это спутники Юпитера, у которых открыл неугомонный Галилей. Ну, так вот, был замечательный человек в 17-м, простите, веке. Замечательный совершенно. Воспетый в литературе, в кинематографе. Людовик XIV, король солнца. Вот, говорят, тут при нем всю Францию эксплуатировали, бедных крестьян. А король солнца строил дворцы, давал замечательные маскарады, спектакли. И, между прочим, содержал замечательную обсерваторию. В этой обсерватории работал не менее замечательный астроном по фамилии Кассидни. Он был итальянец, но работал во Франции, в этой замечательной обсерватории. Так вот, Кассидни был первым, кто сумел таки определить долготу. Точно определить долготу с помощью спутников Юпитера, затмения спутников Юпитера. И оказалось, вот представляете, какой кошмар, какие знания оказались потрясающими для тогдашней Франции. Он определил подлинные настоящие размеры Франции. Она оказалась раза в два меньше, чем предполагали до него. На эту тему пошутил Людовик XIV. Ни один, говорит, враг не сумел так сильно усократить территорию Франции, как вот, пожалуйста, наш замечательный придворный астроном Кассидни. Ее сократил с помощью своих точных измерений. Фантастика, правда? Но, тем не менее, это так. Кстати говоря, чтобы не забыть, со спутниками Юпитера, с их исследованием затмений, связано еще замечательное исследование датского астронома Олафа Ремера, или Ремера, который работал тут же у Людовика XIV. Он по запаздыванию затмений, рассчитанных для одного положения Юпитера, когда он, знаете, бывает ближе к Земле, бывает дальше, он сумел определить скорость света, причем очень даже неплохо. Практически, ну, для современного употребления, такого вот в школьных задачках, очень точно. Так вот, Кассидни обессмертил своими совсем другим. Он изучал планеты-гиганты Юпитер и Сатурн. Он открыл на Юпитере пятна, именно он их заметил. Видите, вот в левом нижнем углу это называется большое красное пятно. Большое красное пятно. Большое красное пятно открыл не он, открыл гук. Это очень удивительный факт. Вот оно, большое красное пятно в левом верхнем углу. Почему это удивительный факт? Потому что Кассидни очень хорошо изучал Юпитер, но вот этого самого большого образования, большого красного пятна, не видел. Так, по всей видимости, оно появилось позже, после Кассидни, перед гуком. И гук его заметил. Вот загадка большого красного пятна до сих пор бередит умы. Но по-настоящему, значит, обессмертил имя Кассидни свое на небе. Это открыл щель Кассидни. Оказалось, что диск Сатурна, он не вот те вот сплошной, да? А он содержит некоторые щели, некоторую сложную структуру. В частности, вот там вот большая такая щель между дисками А и Б, самая такая большая, это и есть щель Кассидни, ее так называют, он ее первый открыл. Потом понадкрывали очень много щелей, всяких там сложных структур. А когда туда прилетели космические аппараты, вообще нашли там какие-то узоры, которые создают приливные взаимодействия спутников. Вот так вот. Кстати говоря, приливы связаны с дальнодействием небесных тел. Категорически был против этого великий Галилей. Как это так? Это астрология. Как это так? Луна и Солнце могут вызывать приливы. Нет, это неправильно. Это результат движения Земли. Хотя тут же он утверждал, что когда движется корабль или стоит на месте, мы это не сможем отличить на нем с помощью опытов. А вот это вот он противоречил сам себе. Бедный Галилей. Старик. Слава ему. Всех благ вам, удачи. Пока.